Всем привет, друзья! С вами снова Добрый Макс, и мы вновь вместе с Гассом Макферсоном продолжаем расследовать загадочное убийство в отеле Орфей. Ну и что ж, друзья, самое важное это то, что такие люди, как Гасс Макферсон, они в любом случае обязаны все просматривать в деталях и обращать внимание на каждую мелочь, которая попадается им на пути. Например, такую мелочь, как вот этот вот молот. Ну, точнее, не молот, а кувалда. И, разумеется, только с помощью этого предмета мы смогли бы попасть внутрь кабинета Жака Эллоэна. Хотя, всевозможных способов я перепробовал массу. Но, тем не менее, понятно, что с помощью кувалды это окажется чуть быстрее. Другое дело. Так, ну что же. Сказать, что в этой комнате действительно какой-то сосредоточенный человек работает или человек системы, я, конечно, не могу. Все-таки, в кабинете у Гасса, ну, точнее, в комнате у Гасса гораздо более опрятно. Хотя, с другой стороны, Гасс не практикующий детектив. Он только сейчас взялся за это дело. А так, до этого он просто рисовал. Ну, для художника у него, в принципе, в... Так, ну, звонить пока не будем. Для художника, в принципе, у него достаточный порядок в комнате. Видимо, его помогает поддерживать Беренис и ее коллеги. Предложение работы от Григоара Дальпена. Самое время для непрошенных гостей. Но кто вы? Что вам угодно? А это, видимо, мама Жака. Ну да, Гаста просто стоит устроить догадки, что это его мама. Давайте-ка мы все-таки спросим напрямую. Гасс Макферсон, частный детектив. А вы, мадам, кто вы? Ортанс Эллен, месье. Мать Жака. Теперь вы, надеюсь, скажете мне, что вы здесь делаете? Ну, дверь была открыта. Это, наверное, все-таки будет немного неправильно говорить, потому что все-таки она хоть и не заметила его, когда вошла поначалу, но уж обратить внимание на разбитое окошко в дверце, я так думаю, она в состоянии. Поэтому давайте все-таки будем более прямыми. Мадам, Эллен разыскивает полицию за убийство. Вы лжете. Я вам не верю. Жак не злодей. Уходите, его здесь нет. Ступайте. Ну, говорит она, мне кажется, несколько неуверенно. Ну, так вы не знаете, где он может прятаться? Прятаться? О, нет, клянусь вам, с чего бы ему прятаться? Я не видела его несколько дней. Я не знаю, где он. А тогда почему у нее на подставке две кружки и какие-то, видимо, печеньки, которые она могла испечь только для своего сына? Уж больше ей сюда смысла приходить нет. Вы лжете, мадам Малуэн. Скажите мне, где я могу найти вашего сына? Я не желаю ему зла. Совсем наоборот. Мне нужно с ним поговорить. Вы не желаете ему зла. Я... Я могу доверять вам. Поймите меня, месье, Жак ничего такого не сделал. Он боится, вот и все. Он не скрывается, но ему нужна помощь. Он наверху. Ступайте за мной. Вообще, конечно, друзья, наверху тогда почему он не слышал, как разбивалось стекло в двери. Либо у него очень крепкий сон. На что я бы, честно говоря, не рассчитывал в нынешней ситуации. Неплохое приспособление. Он наверху. Просто поднимайтесь. Заперто на два оборота. Нет, здесь без ключа делать нечего. Так, интересно. И больше ничего здесь, кроме вкусных печенюшек, мы найти не можем. Ну что ж, давайте не будем сильно тянуть. Жак Элуэн, вы арестованы за убийство Риджаса и Руби Уайтов. Я не виновен. Может быть, я привел убийцу прямо к Итанам, но я их не убивал. Итаны, о ком вы говорите? Это длинная история. Вот как все произошло. Я возвращался с одного муторного дела. История с изменой, которая плохо закончилась. Муж меня нанял, потому что его жена якобы смылась деньгами. У нее, разумеется, была другая история. Не буду грузить тебя деталями. В общем, возвращаюсь домой измотанный. Пока меня не было, приходил некий Дальпен. Мол, кто-то из его людей его надул. Я знал, что он баркир, и что навар будет большой. Но я был совсем бессил. Поэтому я говорю матери, перезвонить ему, и послать его ко всем чертям. Но тут она мне показывает чек. Аванс! Так все и началось. Так, друзья, так мы сейчас с ГАЗом настолько глубоко погрузились в воспоминания Жака, что теперь от его лица мы будем смотреть на все происходящее. Ну, хорошо. Здесь ничего. И вот все-таки мне интересно, что же внутри вот этой коробки. Это явно какой-то сейф. А ключей у Жака нет. Ну, может быть, есть, но где-то в другом месте. Так, письмо. Давайте его почитаем. Письмо. Адресовано частному детективу Жаку и Лену и содержит предложение найти двух мошенников, по всей вероятности укравших предмет невероятной ценности из дома Мсье Дальпена. В письме указан адрес воров Пола и Грейси Итан, приходящихся друг другу братом и сестрой. Дальпен гарантирует приличную оплату, если только дело не получит огласки. И о нем не узнает полиция. Ну, вполне себе стандартные условия. А давайте-ка, друзья, попробуем подняться наверх. Может быть, ключ лежит где-то здесь. Так, это какие-то печеньки. Да, на самом деле, конечно, если Жак был настолько измотан, то я бы на его месте все-таки хотя бы немного вздремнул. Так, ну что ж. Давайте, пожалуй, начнем с квартиры Итанов. В комиссариате нам делать точно вечер. Да. Грязные оборванцы. Вечно они тут шляются. А кому потом полы мыть? Опять бедняжки, Эвелин? Так. Видимо, это замечание больше направлено в нашу сторону, друзья. Так, ну, прежде чем с ней побеседовать, давайте попробуем немного осмотреться. Так, это просто мяч. Так. Это какой-то кактус, что ли? Ну, не будем пока пробовать лопать шар с помощью кактуса. Давайте сначала побеседуем с Эвелин. Ты кто такой? Ты что, не видишь? Меня нет дома. Если это насчет попрошаек, то я уже пожертвовала, что могла. Так. Ну, я бы не стал, конечно, про пятно говорить, потому что она и так находится в вечном расстройстве. А тут мы еще со своими советами. Ну, с одной стороны, Жак, наверное, достаточно человек грубоватый. Но, я так думаю, раз уж он работает частным детективом, то иногда ему приходится быть более разговорчивым. Прекрасный день, не правда ли? Скажите-ка, в какой комнате живут Итаны? Итаны? Что тебе от них надо, а? Ты что, приятель ихний? Что-то мне не верится в это. Так. Разрешите представиться? Жак Элвен, частный детектив. Не хотелось вас беспокоить, но мне нужно кое-что выяснить касательно Итанов. Детектив. Так и знала, что с этими двумя что-то не чисто. Монпарнасы эти и прочий сброд, с которыми Пол вечно шляется. В любом случае, они уже уехали. Так. Монпарнасы. А, вы про народ из квартала Монпарнас. Значит, Пол терся среди художников. Он бывал в каком-нибудь определенном месте? А, шайка из Аламбика. Так там все эти бездельники и собираются. Как говорится, рыбак рыбака видит издалека. Эти чертовы хулиганы сведут меня с ума. Я должна домыть полы. Эй, ты, усатый, убирайся отсюда, пока я тебя с лестницей не спустила. Вообще забавно, конечно, потому что на самом деле в Аламбике постоянно находится газ. Он там тоже завсегда тает. Так. Пройти, видимо... А ты куда собрался? Думал через меня проскочить? Тут люди работают, между прочим. Ну, а почему бы не поделиться с ней печеньем? Нет, по всей видимости это сделать не получится. И подкупить, видимо, тоже. Так, ну что же. На улице играют дети. Надо, видимо, каким-то образом их сюда привлечь, чтобы они прибежали и наследили. Видимо, так можно ее отвлечь, чтобы она за ними погналась. Не знаю, друзья, я не знаю. Вот наглые щенки. Ну, попадитесь мне только. Все казалось чуть проще. Эй, только не цветы! Мои цветочки! Эй, стойте! Ну, я им еще всыплю. Они у меня попляшут. Ну вот, теперь мы можем спокойно, относительно спокойно пройтись и посмотреть на то место, где живут Итаны. Кстати, довольно-таки небольшой дом. Странно. Простите, здесь есть кто-нибудь? Вот черт, какой бардак! мадам Эвелин, вам тут уборочка предстоит. Ну, на самом деле, я бы лучше поторопился. Она может прийти в любой момент и вызвать полицию, на самом-то деле. Запертый сейф. Скорее всего, они забрали ключ с собой. Ну, вообще, судя по размерам сейфа, в принципе, Жаку ЛНУ, ничего не стоит его с собой утащить, но я так думаю, что он все-таки не из простых, скажем так, людей, которые, не задумываясь, берут все, что попало и все, что плохо лежит. Все-таки он здесь совершенно другой миссии, а уверенности в том, что вот эти старинные какие-то предметы, которые просит его наниматель находятся в этом сейфе, не факт, что это так. не факт. Какая-то выставка, как раз, ну, говорится о том, что Альбергюло, Гюло, его бестро представляет эту выставку в сентябре. И здесь работы выставляются какого-то Максима Виландре или Виландра. Интересно. Так, что это? Заметки о братстве написаны по-английски, по-черк женский. Представляет собой набор различных сведений об организации, называемой Великим Орденом Розы и Креста или Братством. А упомянуты имена Дальпена, Дюмулена и Доктора Кауфнера. Вот я так и знал, что Кауфнер здесь замешан. Братство оккультная организация, по-видимому, безобидная. Явно ощущается влияние традиций тамплиеров. В Братстве около дюжины членов, некоторые из них очень влиятельные люди. Грегор Дальпен является главой Ордена, верховным братом. Проходит под инициалами ГДА. Доктор Франкауфнер правая рука ГДА. Проходит под инициалами Ка. Дюмулен партье в резиденции, где собираются члены Братства. Заметки сделаны Фэй. Как раз именно имя Фэй упоминалось на кольце, как вы помните, друзья. Она отмечает, что ее план удался. Она смогла выдать себя за реинкарнацию женщины по имени Аделина, жившей, предположительно, в средние века, что стало возможным благодаря ее талантам медиума. По сломам Фэй и Дальпен и Кауфнер поддались на ее обман. Как бы мадам Луазо тоже не состояла в таком же братстве. Дальпен предположительно пообещал Фэй, что она сможет увидеть голову Бафомета, как только он совершит трансмиграцию. Что же это значит? Все любопытнее и любопытнее, что на самом деле происходит. Так, что это? Визитная карточка доктора Франка Кауфнера. Психоаналитик. Ну да, и все-таки тот человек, который бросился навстречу Гасу в Бистроломбик, явно доктор Кауфнер. Ну, во всяком случае, либо очень похожий на него человек. Ну, как вы понимаете, простая похожесть здесь явно была бы сильной ошибкой. Надо предполагать это, что это просто совпадение. Ну же, билеты на корабль. Я представляю, с каким сейчас замиранием слушает Гас все эти вещи от Жака. Ну, если, конечно, он ему доверяет. да, беспорядок полный, друзья. А, видимо, вот эти брат с сестрой Итаны что-то такое накопали на Дальпена, на Кауфнера и вообще на их братство. Ну, видимо, здесь мы с вами больше ничего не увидим. Здесь более опрятно, а это означает, что здесь, скорее всего, никто не живет. и никаких отмычек Жака Луэнс с собой не носит. Ну что ж, хорошо. Это, видимо, просто уборная. Зал здесь не братство, бестро Аламбик, а особняк Дальпена. Давайте-ка сначала бестро Аламбик. И в тот раз, когда он оделся ангелом, им... Ау, ты Беренис. И у него не хватало тетивы в луке. Беренис! Прошу прощения, Жак Луэн. Очень приятно. Может быть, вы могли бы мне помочь? Почему бы и нет? Хотите, я угощу вас? Забавно. Ладно, не валяйте дурака. Я же не средневековая принцесса. Лучше садитесь. На самом-то деле, Гасу лучше было бы обратить внимание на свое окружение. Иначе бы я вас запомнила. Любопытно узнать, что вас сюда привело. Так. Беренис, очаровательное имя. Ваш благородный рыцарь оставил вас одну в таком месте. Как это неблагоразумно. Спасибо. Но я уже довольно большая девочка и могу о себе позаботиться. Это точно. Сегодня должно быть праздник. При моей профессии мне чаще приходится встречаться со всякими проходимцами, чем с такими милыми мордашками. Я детектив. Вы знакомы с человеком по имени Пол Итон? Американец? Пол Итон? Да, знаю. Он уже месяц достает нас своими байками, а не с патроном приятеля. Так. Здешний патрон Гюло, он тоже ваш друг? Будете ли вы настолько добры, чтобы нас познакомить? Патрона нет на месте. Он только что укатил. По-моему, у него как раз встреча с Итоном. Да, в общем-то все крутят вокруг Гасса Макферсона, а он даже не подозревает на самом деле насколько здесь активнее происходит действие, хотя он здесь оказывается довольно-таки часто. интересная история про Итона. У него наклевывается крупная дельца, он рассказал подробности, хотя с парнями вроде него не знаешь, чего и верить. Вы мне нравитесь, проныра. Вы умеете взяться за дело. Я помогу вам. Пол Итон работал в Париже по контракту. Какая-то очень прибыльная афера. Жена была его сообщницей. Потом он сдрейфил и теперь прячется. Мой патрон Гюло наверняка знает больше. Надо вам поговорить с ним. только не любит частных сыщиков. Забавное замечание. Агас его приятель, тем не менее, да? Восхитительно. Беренис, я знаю вы, как я, с Гаретти от нетерпения узнать, где Пол Итон и его жена. Что собирался делать Пол после того дела? Вы не в курсе? Мой патрон Гюло кое-что знает. Пол говорил только по-английски и никогда не упоминал имен. Вряд ли он знает много. От того, что пьешь как сапожник, знаний не прибавится. Все ниточки были у его дрожайшей половины. Так, какое-то ограбление банка. А Пол часто сюда приходит? Если он вам надоедает, будет лишний повод его прищучить. Знаешь, Жак, с этим Итоном явно дело не чисто. Сначала он здесь возникает бог знает откуда со своим милым акцентом, несколько совместных пьянок с патроном и никакого акцента. Потом он торчит здесь каждый вечер, американец, дальше некуда. И вдруг пац, ни слуху ни духу. Да, интересно. Теперь какой-то банк. Жаль, я так надеялся его здесь найти. Честно говоря, я заходил к нему перед тем, как пришел в Орэмбик, но пташки упорхнули. Вот я и подумал, что вы могли бы меня просветить. Что Итан делает в Париже, толком непонятно. Вначале он говорил, что он здесь со своей сестрой студенткой. После пары попоек сестра неожиданно превратилась в жену, и они оба готовили мошенничество века. Да, странно, что они рассуждают об этом в бистро. Я имею в виду чита Итанов. Беренис, вы верите в эту историю с ограблением банка? Итан наверняка затевал что-то серьезное. Он не такой идиот, чтобы упустить добычу. Это все похоже на отвлекающие маневры, на ложный след. вы просто дужка и умница. Но вы ошибаетесь. Итан нам нужны были не деньги банкира, а сокровища, которые он у себя прятал. Жена занялась охмурением объекта, а Пол был на готове, чтобы собрать урожай, как только тот созреет. Бедняга Пол, им просто манипулировали. Да. А черт, это уж слишком. Каждый раз я на шаг позади. Куда ушел патрон? На этот раз я их поймаю прежде, чем они ускользнут снова. Все просто, Жак. Патрон унесся на всех парах. Он что-то сказал при ресторан, что вернется поздно. Откуда мне знать? Ресторан? Какая удача! Я как раз собирался вас пригласить, но один из ресторанов в Париже я предпочел бы иголку в стоке сена. Вы знаете, какой именно? Почем мне знать? Итан говорил о том, чтобы сводить жену в шикарный ресторан, но наверное даже не знал в какой. Адрес нацарапал Гюло перед тем, как убежать. Это все, что вы знаете, да? В любом случае, столь очаровательной особо всегда вне подозрений. Чао, сыщи! Удачи! Это потрясающе на самом деле, друзья! То есть все обо всем знают и единственный, кто не в курсе, это стариногаз. Но, с другой стороны, он на какое-то время, видимо, отходил от дел и поэтому может чего-то не знать. Но, тем не менее, это удивительно. А все-таки оказался нечист значит наш уважаемый Гюло. Но, об этом мы, видимо, узнаем в следующей серии, потому что, наверняка, Гасса захочет задать ему пару-тройку вопросов. Напрямую он сейчас не связан, конечно, с делами Уайтов и, по большому счету, вы знаете, друзья, в общем-то, и упрекнуть его пока не в чем, потому что напрямую он не общался в том числе и с Жаком и Луэном. Но, посмотрим, как будут развиваться события, потому что вполне вероятно, что в будущем мы сможем все-таки припереть гюло к стенке и, на самом деле, узнать что-то полезное. Ну что ж, а сделаем мы это все-таки в следующей серии. А с вами был Добро Макс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих сериях. Всем пока!